Москва. 10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, нам сообщил источник в его окружении. В Германии после операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, один из ярких политиков и государственных деятелей эпохи 1990-х и 2000-х годов. Харизма народного мэра сделала его популярным не только в столице, но и по всей России. За 18 лет пребывания во главе города Лужков пережил и любовь, и критику москвичей. Доброжелательный, веселый, обаятельный, ругаемый за транспортные проблемы и за бизнес супруги. Таким запомнился москвичам, а вместе с ними всей России Юрий Лужков. Лужков умер на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из германских клиник. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источники в окружении экс-мэра Москвы. Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент Владимир Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования. Вы знаете, что не один год они работали фактически вместе и президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса, как Москва, но в целом в развитие страны, экономики и хозяйства нашей страны. У них были очень теплые и очень конструктивные отношения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 года по 2010 год. В 2010 году решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста из-за утраты доверия. А в сентябре 2016 года президент Владимир Путин наградил его орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. В ноябре 2017 года были опубликованы мемуары Лужкова, в которых говорится о причинах его ухода с поста градоначальника. В частности, в книге рассказывается о его противоречиях с Медведевым. После ухода из политики он занимался сельским хозяйством. Именем Юрия Лужкова могут назвать улицу в Москве, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Юрий Михайлович Лужков очень много сделал, и, конечно, достоин того, чтобы его именем была названа улица. Увековечить память нашего московского мэра, столько времени работавшего в Москве и реально много сделавшего для москвичей. Это было бы правильно. В Мосгордуме наверняка обсудят увековечивание памяти, и обязательно будет взвешенное правильное решение. Продолжение следует...